Маршрут Каспийск-Махачкала. Дистанция 21 километр. Накануне в республике прошел региональный этап всероссийского полумарафона «Забег РФ». Это массовое беговое мероприятие проводится в стране уже в четвертый раз. В этом году «Забег» претендовал на попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Как наши земляки преодолевали нелегкий маршрут, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. В едином ритме со всей страной в 9 утра по московскому времени на старт забега вышли участники в 85 российских городах. В Каспийске в одном строю как профессионалы, так и любители Заур Салаудинов бегает всю свою жизнь. Мастер спорта по вольной борьбе для себя выбрал самый сложный путь – дистанцию в 21 километр. Мы всю жизнь бегали, и в горы бегали, и в перевалы бегали, всю свою молодость. И такое желание возникло – проверить себя на длительную дистанцию прямую, просто психологию проверить, насколько физически готовы, уже возраст тоже 34, посмотреть. Интересно было такой вызов бросить самому себе, хотя я здесь смотрю, здесь такие профессионалы бегают, как будет, не знаю, посмотрим. Это первое спортивно-массовое мероприятие в республике после вынужденной карантинной паузы. К выходу из режима самоизоляции в Минспорта подошли основательно. Учтены все рекомендации Роспотребнадзора. За день до старта участники сдавали тесты на наличие коронавируса и проходили медобследование. Это для нас очень приятно, очень отрадно. Все-таки столько вас в спячке находили все. Целу этих моментов – это первое спортивное мероприятие республиканского уровня, хотя на уровне Российской Федерации они проходят, который протекает в нашей стране и нашей республике. Радуемся, гордимся, что у нас есть возможность снова дать о себе знать. Старт забегу был дан на центральной площади Каспийска. Маршрут полумарафона был проложен по улицам города, Старой Каспийской трассе и проспекту Расула Гамзатова в Махачкале. По дороге работали так называемые пидстопы, где участники могли подкрепиться. Финишировали бегуны на центральной площади Дагестанской столицы, где всех награждали памятными медалями. Самым быстрым и выносливым в этот день оказался Андрей Федоричев. Дистанцию в 21 километр он преодолел за 1 час и 18 минут. Ближайший преследователь чемпиона Магомед Алигаджиев пришел к финишу через 3 минуты. Полумарафон объединил людей самых разных профессий, любителей спорта и представителей органов власти. До финиша благополучно добрался и вице-спикер Дагестанского парламента Камил Давдеев. Так он решил отметить свой день рождения. Среди женщин лидировала Райсат Чартаева. Также в своих возрастных группах лучшие результаты показали Терлан Амиралиев и Динара Гаммадова. Всего по России от Калининграда до Камчатки на старт синхронно вышли более 100 тысяч человек. Массовое беговое мероприятие объединило самое большое количество городов и тем самым вошло в книгу рекордов Гиннеса. Так спортивный Дагестан стал частью этой большой победы. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов и Шамиль Курбанов. Телеканал ННТ.